Тоже индейцы. Мой самый загадочный. Пирамиды, в отличие от пирамид египетских, были усечены. А пирамидка что обозначала? Ничего не обозначала. Это, соответственно, были гробницы, наблюдатели. Это некий объект. Жили они рядом. Культуры были похожи. Точно так же они использовали символы точечки, палочки. Но запись была другая. Если отстать, использовали точку как точку. И сколько раз повторилась точка, где она повторилась? После флажка, тромбика, после палочки. И точка всегда служит точкой, то есть единицей. Точка уже играет совсем по-другому. Это по-прежнему единица. Рисуем себе. Единица. Но уже сказывается, где она расположена. Сейчас вы видите. Итак, одна точка – это единичка. Две точки – по-прежнему два. Три точки, лежащие в цепочку – это три. Четыре точки, лежащие в цепочку – это четыре. А вот на пять – новый символ. И это палочка. Горизонтальная. Шесть. Шесть запишется следующим образом. Палочка и точка. Палочка. И над ней посерединке точка. И это будет шесть. А если можно получается пятеричная система исчислений? Не торопись с выводом. Смотри. Мы тоже пять отчеркивали у ацтеков. Но там я бы не сказала, что она была пятеричная. Потому что там все-таки основными символами было сложок 20. И было 400. Что такое 400? 400 – это елочка. Я понимаю, что это 20 раз по 20. Вот она наша елочка. А уже 100 и 200 – это было как половина этого символа. Правильно? Да. Поэтому мы не торопимся. Итак, вот это число мы остановились. Шесть. Шесть. Палочка на ней две точки. Семь. Семь. Палочка на ней три точки. Семь. Семь. Палочка на ней четыре точки. Десять. Десять. И вот теперь мы переходим к числу десять. Девять. Было десять. Десять – это две палочки. Десять. Десять. Десять – это две палочки. Да. А одиннадцать – это две палочки и в середине точка? Да. Одиннадцать – это две палочки и в серединке точка. Надо не иметь. Двенадцать. Две палочки, две точки. Десять – это две палочки. 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 Ну, теперь надо всем засунуть, потому что мы переходим на новое число, и это число будет 20. 20 будет выглядеть так. Точка. 20 это точка? Ну, не может же точка быть 20. Это значит, что я один раз беру по 20. Для того, чтобы отличить мою точку, когда я просто беру один, и от того, что я один раз беру по 20, точно так же, как мы сейчас, ну, что пишем? 2 это 2 единицы, да? Хотим написать 20, мы подписываем еще один знак, чтобы понять, что двойка это у нас будет обозначать 20. Правильно? Так и здесь мы подписываем знак. Кто-то считает, что это похоже на ракушку, кто-то считает, что это похоже на глаз. Итак, 20 точка, и под ней рисуночек, похожий либо на глаз, либо на ракушку. На глаз. На глаз. Ну, кому как удобнее. На глаз. На глаз. Скажите, пожалуйста, а как тогда записать 21? Да. 21. Берем. Глаз-то он что? Он нам показывает, на каком этаже наша точка. Поэтому 21 подписываем точка под точкой. Одна точка вверху, это я взяла один раз по 20, точка внизу один раз в единицу. Получается 21. Сложно. Зато больше можно сделать. Вот посмотри, как мы здесь записали 25. Например. А здесь мы как запишем 20? 20. Не надо. Не надо. И 5. 25. Как отличить 25, записанное, как записывали в мае? От 6? Да. Потому что точка выше. Выше. Если бы мы им рисовали домики, мы бы сказали, что вот здесь число на первом этаже цветным перендашиком себе нарисуйте. А здесь у каждого числа получается два этажа. Соответственно, если мы кладем, если у нас точечка на втором этаже, то это уже двадцатка. Если у нас на первом этаже, то точка это единицы. Ну что ж, давайте запишем число двадцать шесть. Двадцать шесть. Рисуем. Где ж наш... Двадцать шесть. Рисуем. Сначала я кладу 20 на второй этаж. Увидели? Теперь мне нужно на первой положить шесть единиц. Вот такой у меня будет символ. Двадцать шесть. Хорошо. Давайте посмотрим. Тридцать. 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 Опять берем самое большое число из детства, что мы с вами сегодня... Двадцать. Двадцать. Тридцать. И это двадцать. Теперь сколько нам не хватает до тридцати? Тридцать. Десять. Все, что меньше, мы кладем вниз. Десять. Значит, две палочки и точка над ними, это будет... Здесь у нас на первом этаже только единицы. Второй этаж мы складываем, и тогда все идет по 20. Точка это? Два. Одна. Единица. Двадцатая. Единица внизу, вверху 20. И дальше. Помни, посчитаем, вот такая приятная рожица. Сколько? Да. Сорок, два. Стоп. Сорок, два. Да. Сорок, пять. Два, по 20. Да? И пять. Будет сорок, пять. Ну, разумеется. А сорока? Ну, сорока. Это соответственно будет... А сколько? Сейчас сделаем. Это будет вот такой вот. Сколько? Сминутка? Нет, вот это сколько? Сорок. Сорок, конечно. У нас здесь две двадцатки, а единиц нет. Это будет сорок. Да. Ты хочешь предложить число или назвать? Один спрашивает, а другие молчат, а другие молчат. Вот это двадцать и один. Два, двадцать и один. Смотрим. Двадцать, до пять, до один. Двадцать шесть. Да, пожалуйста. Хотели что-то спросить или сказать? Или предложить? Что хотели предложить? Ну, давай. Двадцать шесть. Двадцать шесть. А сколько будет сотня? Как будет сотня? Ну, как будет сотня? Знам дело. Скажите, пожалуйста, наш сейчас символ, который мы рассматриваем, двадцать. Сколько раз число двадцать укладывается в сотню? Двадцать. Пять. Четыре раза. Пять. Да, пожалуйста. Пять раз. Значит, я в своем домике должна написать, что укладывается целое число раз. Пять. А остаток какой-нибудь есть? Нет. Нет. Вот такое будет число. Что-то кто написал? Стоп. Пять. Раз по двадцать. Да, вы хотели предложить? Да. Сколько будет тысяч? Тысяча. Ну, тысяча. Хороший вопрос.